Приветствую вас. Я думаю, что если вы пишете, что причина расставания была ваша навязчивость, то, соответственно, до тех пор, пока она, навязчивость, имеет место быть, вы отношения со своим молодым человеком, даже если и сможете реанимировать как-то, то даже в этом случае всё равно у вас не получится их сохранить, потому что механизм навязчивости, которые у вас есть, будет вам мешать и, по сути, вставлять палку в колёс. Почему надо бы определить причины навязчивости и определить, для чего вы хотите вернуться к парню. То есть вот именно направленность ваших чувств, именно направленность вашего отношения к парню, вектор этой самой направленности и вектор чувств, а также причина навязчивости, которая может случаться в достаточно разных вещах, таких как, например, ревность, страх одиночества, собственно, нереализованность и так далее. То есть это всё такие несколько глобальные и размытые проблемы, но самое главное, вам нужно понять, чего вы хотите сейчас. У вас нет отделения от того, что хотите вы, от того, что вы хотите, например, для своего молодого человека, к примеру. Такого отделения у вас нет. И именно из-за того, что такого отделения у вас нет, можно говорить о проблемах в отношениях. Вот. Эм, но, но, всё поправимо, всё можно исправить. И я думаю, что если вы серьёзно настроены, то всё, в принципе, можно будет подкорректировать, и вам можно будет помочь, и вы сможете устраивать отношения с молодым человеком так, чтобы это было конструктивно и дарило счастье вам обоим. Для этого необходимо больше думать о себе, для этого необходимо ориентироваться в большей степени на себя, вы ориентируетесь пока отлично только на него, и тем самым создаете ощущение у молодого человека, что он находится в отношениях не с вами, а с собой, с самим собой. То есть вы своей навязчивостью растворяетесь в нём, а растворение в молодом человеке, ну и вообще в любом человеке, неприятно воспринимается тем, в ком растворяется. Поэтому необходимо бы поработать в том числе и с личными границами между вами и молодым человеком, да, чтобы вы уважали его личные границы, чтобы вы проществовали свои личные границы, не пересыпали их, вот. И подумайте о собственной реализации в том смысле, чтобы вы двигались в направлении каких-либо ваших целей, ваших желаний, ваших собственных представлений, да, то есть чтобы у вас была вот какая-то своя собственная цель в жизни, в которой вы шли и вышли. Сейчас похоже, очень похоже, что молодой человек является единственной целью вашей жизни, и, соответственно, из-за этого возникает проблема, естественная проблема, потому что, как бы, определённый смысл, определённая направленность в человеческой жизни необходима, а если у вас этого нет, то молодой человек, ну и любой, на самом деле, человек более-менее значимый, становится заместителем этого самого смысла. А поскольку один человек не может дать 100% уверенности и 100% стабильности, то появляется самая навязчивость. С другой стороны, мне нельзя исключать, что ваша навязчивость связана с каким-то определённым желанием, определённой потребностью, с определённым конфликтом, и его тоже необходимо увидеть и разрешить, вот. Таким образом, я хотел бы сместить ваш акцент с того, что вы спрашиваете, как вам вернуть парня на то, чтобы определить причину вашей навязчивости, поработать с ней, раскрыть её, освободить вас от неё, и уже тогда вы решите, нужен ли вам парень или нет, хотите вы с ним быть или нет. Очень может быть, что ваши отношения к нему в результате, допустим, психотерапии изменятся, и вы уже не будете в нём нуждаться вот так, как нуждаетесь сейчас. Обратите внимание на то, что вы пытаетесь вернуть парня скорее для себя, нежели для него. И почему я, опять же, полагаю, что если вы хотите это сделать для себя, то нужно честно сказать, что вот, то-то или тут-то, да, ну, ту или иную вещь, те или иные события, те или иные обстоятельства, вот, а я хочу для себя. Вот. Я хочу для себя, и если вы хотите этого для себя, то лучше в этом честно признаться. Честно признаться в том, что вы хотите этого для себя, на самом деле. Вот. В этом ничего плохого нет, но будет, по крайней мере, знаете, честнее, честнее будет признаться в том, что вы хотите чего-то для себя, да, и просто будете в этом направлении уже двигаться. Вот. Вот, в принципе, такой ответ я мог бы вам дать. Так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете, конечно же, задать мне их в личку, я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.